Звери в яме Жил себе старик со старухой, и у них только и было именье, что один боров. Пошел боров в лес желуди есть. Навстречу ему идет волк. Боров, боров, куда ты идешь? В лес желуди есть. Возьми меня с собой. Я бы взял, говорит, тебя с собой. Да там яма есть глубока, широка. Ты не перепрыгнешь. Ничего, говорит, перепрыгну. Вот и пошли. Шли-шли по лесу и пришли к этой яме. Ну, говорит волк, прыгай. Боров прыгнул и перепрыгнул. Волк прыгнул да прямо в яму. Ну, потом боров наелся желудей и отправился домой. На другой день опять идет боров в лес. Навстречу ему медведь. Боров, боров, куда ты идешь? В лес желуди есть. Возьми, говорит медведь, меня с собой. Я бы взял, говорит, тебя с собой. Да там яма есть глубока, широка. Ты не перепрыгнешь. Не бойся, говорит, перепрыгну. Подошли к этой яме. Боров прыгнул, перепрыгнул. Медведь прыгнул, прямо в яму угодил. Боров наелся желудей, отправился домой. На третий день боров опять пошел в лес. Желуди есть. Навстречу ему косой заяц. Здравствуй, боров. Здравствуй, косой заяц. Куда ты идешь? В лес. Желуди есть. Возьми меня с собой. Нет, косой. Там яма есть. Широка, глубока. Ты не перепрыгнешь. Перепрыгну. Как не перепрыгнуть? Пошли и пришли к яме. Боров прыгнул, перепрыгнул. Заяц прыгнул, попал в яму. Ну, боров наелся желудей, отправился домой. На четвертый день идет боров в лес. Желуди есть. Навстречу ему лисица. Тоже просится, чтобы взял ее боров с собой. Нет, говорит боров. Там яма есть. Глубока, широка. Ты не перепрыгнешь. Ай, говорит лисица. Перепрыгну. Ну, и она попалась в яму. Вот их набралось там в яме четверо. И стали они горевать, как еду добывать. Лисица и говорит. Давайте-ка голос тянуть. Кто отстанет, того и есть станем. Вот начали тянуть голос. Один заяц отстал, а лисица всех перетянула. Взяли зайца, разорвали и съели. Проголодались и опять стали уговаривать голос тянуть. Кто отстанет, чтоб того и есть. Если, говорит лисица, я отстану, то и меня есть все равно. Начали тянуть. Только волк отстал. Не мог тянуть голос. Лисица с медведем взяли его, разорвали и съели. Только лисица надула медведя. Дала ему немного мяса. Остальное припрятала от него. И ест себе потихоньку. Вот медведь начинает опять голодать и говорит. Кума, кума. Где ты берешь себе еду? Экай ты, кум. Ты возьми-ка, просунь себе лапу в ребра. Зацепись за ребро. Так и узнаешь, как есть. Медведь так и сделал. Зацепил себя лапой за ребро. Да и околел. Лисица осталась одна. После этого у брамши медведя начала лисица голодать. Над этой ямой стояло дерево. На этом дереве вил дрозд гнездо. Лисица сидела-сидела в яме. Все на дрозда смотрела и говорит ему. Дрозд, дрозд, что ты делаешь? Гнездо вью. Для чего вьешь? Детей выведу. Дрозд, накорми меня. Если не накормишь, я твоих детей поем. Дрозд горевать. Дрозд тосковать. Как лисицу ему накормить? Полетел в село. Принес ей курицу. Лисица курицу убрала и говорит опять. Дрозд, дрозд, ты меня накормил? Накормил. Ну напоишь меня. Дрозд горевать. Дрозд тосковать. Как лисицу напоить? Полетел в село. Принес ей воды. Напилась лисица и говорит. Дрозд, дрозд, ты меня накормил? Накормил. Ты меня напоил? Напоил. Вытащишь меня из ямы. Дрозд горевать. Дрозд тосковать. Как лисицу вынимать? Вот начал он палки в яму метать. Наметал так, что лисица выбралась по этим палкам на волю и возле самого древа легла, протянулась. Ну, говорит. Накормил ты меня, дрозд? Накормил. Напоил ты меня? Напоил. Вытащил ты меня из ямы? Вытащил. Ну рассмешишь меня теперь. Дрозд горевать, дрозд тосковать, как лисицу рассмешить. Я, говорит он, полечу. А ты, лиса, иди за мной. Вот хорошо. Полетел дрозд в село. Сел на ворота к богатому мужику. А лисица легла под воротами. Дрозд и начал кричать. Бабка, бабка, принеси мне сало кусок. Бабка, бабка, принеси мне сало кусок. Выскочили собаки и разорвали лисицу. Я там был. Мед вино пил. По губам текло, в рот не попало. Дали мне синий кафтан. Я пошел, а вороны летят да кричат. Синь кафтан, синь кафтан. Я думал, скинь кафтан. Взял да и скинул. Дали мне красный шлык. Вороны летят да кричат. Красный шлык, красный шлык. Я думал, что краденый шлык Скинул и остался ни с чем. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова